Адъювантная лекарственная терапия Адъювантная 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 терапия Это неволумаб, пембролизумаб. При бравдиком типе только в арсенале имеется иммунотерапия, антибидиодин ингибиторами. Эти рекомендации и все ключевые моменты были основаны на трех ключевых исследованиях, на которых я сейчас остановлюсь. Начнем с иммунотерапии. Исследование Кейнноут 054 – это изучение назначения пембролизумаба в адъювантном режиме у пациентов с третьей стадии меланомы кожи высокого риска. В одной группе назначали пембролизумаб, в другой группе – плацебо. И в этом исследовании было возможно аренозначение или кроссовер. Основными первичными точками являлось время беспрогрессирования. И при всех исследованиях изучения адъювантной терапии это является первичной конечной точкой. Были получены результаты уже безрецидивной выживаемости наблюдения в течение 42 месяцев. И мы видим, что больше половины пациентов не имеют метастазов и рецидивов через 42 месяца. Это 60% пациентов. И увеличивается время адопрогрессирования по сравнению с только с хирургическим лечением на 41%. Нет данных по общей выживаемости, но, скорее всего, мы можем и не получить преимущества назначения в связи с тем, что в этом исследовании подразумевался кроссовер. Было проведено изучение влияния предикторов, например, как PD-L1. Было выявлено, что наличие или отсутствие PD-L-экспрессии не влияло на эффективность назначения пембролизумаба. Да, несколько ниже эффект у пациентов с PD-L1 отрицательным статусом. Но все-таки по сравнению с только хирургическим лечением у этих пациентов был выигрыш от назначения пембролизумаба. Как мы все знаем, пембролизумаб относительно умеренно переносим. Нежелательные явления встречались у каждого третьего пациента. Связано с лечением в 15%. И отмена лечения была связана с нежелательными явлениями у 13% пациентов. В основном встречались иммуно-посредственные нежелательные явления, выражавшиеся более часто эндокринными нарушениями. Недавно были получены данные изучения большого количества пациентов. В результате сравнивали назначение пембролизумаба в адъювантном режиме по сравнению с высокими дозами интерферона или эпилемумаба. В исследовании было рандомизировано 1300 пациентов. Включались пациенты с 2015 по 2017 год. Конечно, большей частью это были пациенты 3-й B, 3-й C стадии. Пациенты с удаленными метастазами головной мозг не включались. В течение года назначались одной группе пембролизумаб 200 мг, а второй группе стандартную терапию по выбору исследователя. Туда относились высокие дозы эпилемумаба или высокие дозы интерферона. Какие же результаты были получены? Да, действительно, назначение пембролизумаба показало статистически значимое улучшение времени без прогрессирования по сравнению с контрольной группой, со снижением риска рецидива на 26%. Но не было статистически значимого улучшения общей выживаемости. Мы понимаем, что существенный вклад в том, что не было статистического значения улучшения, это, конечно, последующая терапия после прогрессирования у пациентов, после адъювантной терапии. Что касается частоты нежелательных явлений, то, как правило, мы видим, что высокие дозы интерферона и эпилемумаба были более токсичны по сравнению с пембролизумабом. Следующее исследование – это Checkmate 238, где уже изучалось назначение в адъювантном режиме ниволумаба по сравнению с эпилемумабом. И в это исследование уже включались пациенты с четвертой стадии после полной резекции метастатических очагов. Также первичной и конечной целью была безрецидивная выживаемость. И, да, было получено значимое преимущество, то есть риск рецидива в течение четырех лет в группе ниволумаба снизился на 29% по сравнению с эпилемумабом. Это уже данные четырехлетнего наблюдения. То есть ниволумаб увеличивает безрецидивную выживаемость по сравнению с эпилемумабом. Также было рассмотрено влияние ПДЛ, экспрессии на эффективность лечения. Также было получено, что и при отсутствии, и при наличии экспрессии ниволумаб обладает преимуществом как безрецидивной выживаемости по сравнению с эпилемумабом. Мы видим, что да, при ПДЛ более низкой экспрессии несколько ниже ответ, но все-таки он был выше по сравнению с эпилемумабом. Также изучалось влияние БРАФ-мутации. Также мы видим, что при отсутствии БРАФ-мутации эффективность ниволумаба была выше по сравнению с эпилемумабом. Несколько ниже были риски рецидива у пациентов с БРАФ-мутацией, но все-таки выше по сравнению с эпилемумабом. Что касается общей выживаемости, мы видим, что графики сходятся и нет преимуществ в общей выживаемости назначения пембролизумаба. Но мы должны понимать, что здесь главный существенный вклад, конечно, влияет последующее лечение после адъювантной терапии, после прогрессирования адъювантной терапии. Кому-то назначалась комбинированная иммунотерапия, у кого-то был переход на таргетную терапию, но все-таки не оказал преимуществ по данным этого исследования. Что касается осложнений токсичности неволумаба, то здесь мы видим, что токсичность схожа с пембролизумабом. У каждого четвертого пациента отмечалось любое нежелательное явление. И лечение, связанное с нежелательными явлениями в связи с терапией, привело к отмене терапии у 8% пациентов. Из иммуноопосредованных нежелательных явлений превалировала кожная токсичность. Дальше логичным был вопрос, а как же повлияет комбинированная иммунотерапия на эффективность при использовании в адъювантном режиме. И было исследование иммунет, где включались пациенты четвертой стадии после полной резекции. Эти пациенты были рандомизированы в три группы, и одна из них была с комбинированной иммунотерапией неволумаба с апелемомабом. И мы видим, что значимо увеличивается безрецидивная выживаемость у этих пациентов. И эффективность по сравнению с исследованием ЧЕКМЭТ, мы видим, что безрецидивная выживаемость оказалась выше у пациентов с комбинированной иммунотерапией. Тогда возник вопрос более подробного изучения комбинированной иммунотерапии, так как в исследовании иммунет было малое количество пациентов. И проводилось исследование ЧЕКМЭТ-915. В ЧЕКМЭТ-915 включались самые неблагоприятные пациенты со стадиями 3B, 3D или четвертой стадии после полной резекции. В одной группе назначался неволумаб с эпилемомабом, но мы видим, что эпилемомаб здесь назначался раз в 6 недель. И в второй группе назначалась стандартная дозировка неволумаба раз в 4 недели. Также первичной и конечной точкой являлась безрецидивная выживаемость. И мы видим, что в общей популяции безрецидивная выживаемость оказалась идентичной. Не было выявлено преимущество безрецидивной выживаемости при назначении комбинированной иммунотерапии. Также и у пациентов с ПДЛ-экспрессией также не было никаких либо преимуществ. И, однако, как правило, токсичность комбинированной иммунотерапии была значимо выше. И встречалась почти у 100% пациентов. Больше 40% – это, конечно, токсичность третьей-четвертой степени. И все эти иммуноопосредованные токсичности, конечно, в настоящее время с более широким использованием препаратов мы встречаемся снова и снова и снова токсичностью. И, учитывая, что это более новое направление, мы видим, что у 43% получающих иммунотерапии в качестве адъюванной терапии, у которых развивается иммуноопосредованное нежелательное явление, 43% переходят в хронические. Чаще всего эндокринные нарушения, кожные изменения, артрология и сахарный диабет. И тогда, конечно, у нас есть еще одна замечательная опция у пациентов с бравмутацией. И в таргетной терапии было проведено исследование комби-АД, изучение доброфениб и строметинибом. На основании этого исследования и произведена регистрация данной комбинации у пациентов в адъювантном режиме. И сейчас получены данные уже пятилетнего наблюдения за пациентами, получавшими таргетную терапию в течение 12 месяцев. Включались пациенты с третьей стадии с наличием бравмутации. И 33-месячные и 40-месячные результаты были позитивные. И вот хотела бы представить результаты пятилетнего наблюдения назначения доброфениб и строметинибом. Это данные о безрецидивной выживаемости. Мы видим, что назначение данной комбинации снижает риск рецидива почти на 50% через 5 лет. То есть половина пациентов через 5 лет не имеет прогрессирования или рецидивов заболевания. Также данная комбинация снижает риск появления отдаленных метастазов на 45% в течение пятилетнего периода. И мы также видим на данном графике, что 65% в течение 5 лет не имеют отдаленных метастазов. Был проведен анализ в этом исследовании в зависимости от третьей стадии меланомы кожи по классификации HGCC7. Мы видим, что при третьей стадии снижается риск рецидива на 40%, при третьей B стадии на 50% и при третьей C стадии одной из неблагоприятных на 62% снижается риск рецидива. Далее были данные пересмотрены в связи с изменением классификации. Но несмотря на это, мы видим, что назначение таргетной терапии доброфени-бастрометенибом значимо снижает риск рецидива при третьей А, третьей B на 50% и в самых неблагоприятных на подгруппах, это третья C и третья D стадия, на 50-66%. Мы видим, что назначение таргетной терапии и эффективность таргетной терапии не зависят от вида мутации, от пола, от возраста, от стадии, от наличия и локализации метастазов. Также имеются данные трехлетней общей выживаемости назначения доброфени-бастрометениба. Мы видим, что увеличивается общая выживаемость до 86% по сравнению с 77% в группе плацебо. Мы видим, что такие высокие показатели назначения плацебо также могут быть связаны с вкладом дальнейшего назначения, дальнейшего лечения после прогрессирования на адъювантной терапии. Основным осложнением таргетной терапии доброфени-бастрометенибом являлась перексия, которая встречалась у 60% пациентов. Все виды токсичности были управляемы, все мы прекрасно умеем купировать токсичность от таргетной терапии, и лечение было более-менее безопасно. Здесь хотела бы представить сводную таблицу всех ключевых исследований. Мы видим, что безрецидивная выживаемость в течение года, то есть тот период, когда является самым высоким риском рецидива, самые высокие 88% – это предназначение таргетной терапии по сравнению с иммунотерапией. И снижение риска рецидива выше при назначении таргетной терапии – 53%. Что касается общей выживаемости, то мы также видим, что назначение таргетной терапии в адъювантном режиме значимо увеличивает общую выживаемость. 91% против 83% через 2 года, 86% против 77% через 3 года, что сопоставимо с данными иммунотерапии. И как выяснилось по данным исследований, назначение таргетной терапии, иммунотерапии не оказывает негативного влияния на качество жизни пациентов, что является основным ключевым фактором назначения профилактического лечения. И в заключение я хотела бы сказать, что адъювантная терапия должна назначаться всем пациентам со 2-й и 4-й стадии. И, конечно, очень важную роль играет биопсия сигнальных лимфоузлов и адекватное стадирование. И, конечно, лечение должно быть безопасным. Спасибо за внимание.